Итак, для нашей беседы мы читаем местописание притчи Соломона, 31 глава, 10 стих. Притчи Соломона, 31 глава, 10 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуг. Вот такая тема у нас будет, и я думаю, она важная, актуальная для молодежи. Потому что в жизни каждого человека есть разные цели. И есть главная цель в жизни, самая важная в жизни каждого человека – это встретиться с Господом. Это стать дикем Божьим. И, конечно, вступить в завет с Господом через Святое Водное Крещение. Но следующей целью, по важности, следующей является решение семейного вопроса. Хотелось бы знать, вы, молодежь, которая еще не жената, не замужняя, вы все члены церкви или есть приближенные среди вас? Все принявшие Крещение? Не все. Все, да? Не все. Не все? Много есть, которые не приняли Крещение еще? Мало. Но те, кто помоложе. Ну, хорошо. Значит, итак, как благочестивому юноше найти добродетельную жену? Вот о чем мы с вами будем говорить. Хотелось бы, чтобы мы были откровенны, чтобы вы не стеснялись задавать вопросы. Если вы стесняетесь, возьмите бумажку. Хорошо, если вы раздали бумажки всем, чтобы вы могли писать вопросы, задавать, чтобы у нас была такая живая беседа. Чтобы это была не лекция, а наша беседа. Я думаю, дорогие друзья, что каждый молодой человек, каждый юноша, который уже задумывается о женитьбе, он, наверное, хочет встретить, как говорится, свою половину. Соответствующую. Знаете, Бог, когда сотворил человека, мужчину и женщину, Бог сказал, сотворим Адаму, помощнику, соответствующую ему. И вот это очень важно, дорогие друзья, очень важно. Когда женятся, выходят замуж, и когда есть соответствие, а соответствие – это совпадение пониманий жизни. Это раз есть взаимопонимание, одинаковое понимание, нету разногласий, нету конфликтов, нету того, что делает жизнь несчастной. Но я думаю еще такое, что всякий брат, он мечтает встретить девушку красивую и добрую и хорошую. Это естественно. Но дело в том, что, как мы здесь прочитали, что добродетельная жена, она приносит счастье в дом, счастье в семью. Поэтому в первую очередь мы должны определить, что такое добродетельная жена. Что такое добродетельная жена? Я уже как-то говорил, вот я сейчас повторю, что добродетельная жена, добродетельная сестра, женщина – это та, которая имеет христианские добродетели. Имеет характер такой добродетельный. Что сюда входит? Сюда входит кротость, сюда входит смирение, сюда входит послушание. Как в народе говорят, неперечливость. Вот в России, на Руси в старое время, это самое главное, когда говорили о невесте, о женщинах, о девушках, вот они отмечали неперечливой. То есть она не противоречит, она не спорит. Понимаете? Это жена, которая жертвенная, она умеет заботиться о других, она умеет и привычно жертвовать своим временем для других. Она обладает всеми теми качествами характера, которые мы находим в Слове Божьем. Вот это и есть добродетельная жена. Добродетельная сестра, девушка, женщина. И вот, кто нашел такую добродетельную жену, или кто женился на такой вот добродетельной сестре, тот, написано, цена ее выше жемчула. Вот, тот получил такое благословение, такое, которое сравнивается с драгоценностями великими. И поэтому это очень важно. То же самое мы можем сказать и о сестрах. Что сестры, вот, они мечтают, чтобы их будущий муж был такой, как Слово Божье описывает, как должны быть мужья какие-то. А Слово Божье описывает так, и в послании Ефесянам, 5 глава, что мужья любите своих жен так, как Христос возлюбил церковь. Что это значит? Это значит, что Христос возлюбил, там так и сказано, и предал себя за нее. Это жертвенная любовь. Каждая молодая девушка, каждая сестра, она мечтает, чтобы ее будущий муж любил ее. И эта любовь была жертвенной, чтобы он был добрым, был таким, как Слово Божье говорит, чтобы мужья оказывали женам честь, как с наследницам вечной жизни. Чтобы он был мудрым, чтобы он был сильным, чтобы он хорошо зарабатывал, чтобы он был трудолюбивым. И вот такое взаимное желание есть с одной стороны и с другой стороны. Но, к великому сожалению, на практике жизни встречается немало случаев, когда, знаете, женитьба – это как лотерея. Ты не знаешь, а ты вытянешь. Какой ты шар вытянешь. Ты видишь, как бы, все, но потом оказывается, что, может быть, не то, что мы ожидали и что мы желали. Почему так бывает? Потому что брат не искал добродетельную жену. Не искал. А если тут сказано, что кто найдет, то надо искать. Искать. А чтобы искать, надо видеть. Видеть. И вот здесь встает такой вопрос. Что, знаете, всякая сестра, всякая девушка, она имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. Она имеет внешнюю красоту и внутреннюю красоту. И вот добродетельность кроется не во внешней красоте, а во внутренней красоте. Вот в чем секрет. А так устроен человек, так устроены, что им они смотрят в первую очередь на внешность. И внешность – вот нравится, не нравится. А внешность часто бывает обманчивой. Поэтому, если брат хочет найти добродетельную жену, то он должен научиться видеть внутреннюю красоту. Внутренняя красота. Мы читаем в послании Петра, что внутренняя красота – это не внешнее плетение волос и уборы в одежде, и так дальше красота. А сокровенный сердце человека – кроткого и молчаливого духа. Вот то, что я говорил. Добродетельность выражается в этом характере. И поэтому брат должен молиться и просить, что Господи, открой мне глаза внутренние, научи меня видеть внутреннюю красоту. Мало того, что видеть, дай мне, чтобы мне нравилась внутренняя красота. Бог может дать, если мы это просим. Потому что Бог этого хочет. Чтобы мы искали вот такую добродетельную жену. Поэтому, братья, вот эта задача, очень важная задача. То есть, если вы хотите найти добродетельную жену, молитесь, чтобы Господь вам дал зрение духовное. Чтобы вы могли видеть эту красоту внутреннюю. Чтобы она вам нравилась. Мало того, иногда нужно молиться, знаете о чем? Надо молиться так. Господи, ты видишь, как мне нравится внешность. Как я обращаю внимание, какая она, какое лицо, какая прическа, какая талия, какие ножки и так далее. Господи, убери, у меня это. Удали от меня. Это надо молиться. Иначе это помешает вам найти добродетельную жену. Вы не заметите ее просто. Понимаете в чем я? Поэтому, это во-первых. Во-вторых, Бог дает соответствующую жену. Если вы хотите иметь добродетельную жену, вы должны быть соответствовать тому стандарту, который Слово Божие предъявляет мужчинам, братьям. И вы должны, придя домой, должны искать. Я должен посмотреть, какой должен быть брат. Какой должен быть мужчина. И перелистать всю Библию. И найти, каких мужчин Бог благословляет. С каким характером, с какими способностями. Какой должен быть мужчина, которого Бог благословляет. Вот задача ваша. И если вы находите у себя недостатки, вот такой недостаток, такой, такой. Не думайте, что вы получите жену, которая будет не соответствовать вас. Она будет соответствовать этим недостаткам, которые есть. Поэтому задача стоит, чтобы освобождаться от этих недостатков. И, как я уже сказал, самое главное, научиться и выпросить у Бога умение видеть внутреннюю красоту. И чтобы это вам нравилось. Теперь, относительно сестер. Знаете, есть семьи благочестивые, а есть семьи неблагочестивые. И в какой семье родилась девушка, сестра, такое она наследственно имеет, наследственность такую. Ну, например, что это значит? Вот смотрите. Сестра выросла в семье, где она одна. А другая сестра выросла в семье, в которой 10 детей было. 99,99% та, которая выросла, и одна была в семье, она эгоистка. У нее характер, она может не знать этого. Она может этого не знать. Но внутри она эгоистка. Почему? Потому что не она виновата, что она плохая, а ее испортила обстановка. Домашняя среда. Она была одна. Ей все внимание. Ей все, что только хочешь. И она привыкла к этому. Чтобы что-то делать, она ничего по дому не делала. Никаких обязанностей нет. Есть мать, есть отец. Все. А вы возьмите сестру, которая родилась в многодетной семье. Там хочешь, не хочешь. Но у нее были обязанности. Ей поручили смотреть за младшими, за братиками, за сестрой. И если она не хотела, то ее заставляли. Она привыкла заботиться о других. Привыкла. Она привыкла, что ей не все дают, что она хочет. Потому что их много есть. Всем не хватает. Понимаете, в чем я? Я хочу сказать вам, дорогие сестры, чтобы вы совершенно не думали, что я вам говорю, если бы семья у вас была вот такая, что вы одна были, или двое у вас было, что это плохая семья. Нет. У вас могут быть были хорошие родители. В вашей семье, может быть, не было конфликтов, скандалов и так дальше. Все было хорошо. Но вот сама обстановка, то, что вы были одна, или там у вас было двое, вы хотите, не хотите, она создает такие обстоятельства, что эти, даже если у вас, естественно, по характеру, эти задатки хорошие есть, в этой вашей семье не могли они развиться. Не могли развиться. Допустим, у вас была такая черта, но послужить другому. Вот такая сестра, черта, чтобы поделиться с другими и так дальше. Но у вас не было возможности, чтобы это выросло у вас. Понимаете? Поэтому я к чему это говорю, братья сестры? Или одна семья живет духовной жизнью, в одной семье духовная атмосфера. Что это значит? Это значит, что есть определенная дисциплина, она приучена, что вот это можно, а это нельзя. Понимаете? Очень трудно ребенку привык, привить такой, вот нельзя это. Нельзя. Это непросто. Одна семья, как я уже сказал, такая же, семейная обстановка, такая тяжелая, такая тяжелая, что это ужас. потому что постоянно конфликты, постоянно раздоры, постоянно такие вот, знаете, тяжелая обстановка. А другая семья, вот, прекрасная семья, духовная семья, даже если в семье один ребенок, два, но это семья, жива, духовной жизнью, всегда у них обязательно каждый день они в чтении слова, молитвы. Как один брат мне рассказывал, у которого много детей, он говорит, что я вижу, что сейчас у родителей так вот дети включат телевизор, ставят мультики, а родители занимаются своим делом. и это воспитание раньше бабушка воспитывала, раньше бабушка пела песни, раньше бабушка рассказывала сказки, а теперь телевизор воспитывал. Он говорит, у меня в семье было так, что мои дети засыпали под пень. Мы поем вместе. какой-то детский псалом. Поем один, два, все, это максимум. Уже в конце они дремают, засыпают. И все, кончили там петь, они уже спят. Поэтому все зависит от того, какая атмосфера в семье. И поэтому, дорогие братья, я вам скажу по секрету, сестры не слышат, я вам говорю по секрету. Что же делать, чтобы найти вот жену добродетельную? Узнавайте, какая семья. И запишите себе, ага, вот такая, Таня вот с такой семьи, Маша с такой семьи, и вот допустим у вас молодежь, 15 сестер. Вот вы выберетесь допустим благочестивые семьи, только вы вот узнали через родителей, то, другое, вот только 8 из 15. Все, вы себе постановите такой я буду смотреть только на этих сестер. какая-то из них мне понравится. Если я буду молиться, Господь мне даст любовь, которой из них, из этих, которые я благочестил. А если вы будете для всех смотреть, то обязательно ошибетесь, потому что есть тот, который не хочет, чтобы вы счастливо женились. Вам, сестры, скажу такое дело. вы много упустили уже времени, но еще можете нагнать поезд, еще не нужно, пока вы не замужем. Как? Немедленно проверить, что у вас, в вашем багаже есть. Проверить свой характер, проверить свои привычки, проверить все, проверить семья какая и так дальше и начать над собой работать. Начать над собой работать. Конечно, как я уже сказал, всем абсолютно девушкам, сестрам нравится быть красивой. И они делают, как они понимают. Одна так понимает, что надо немножко косметики прикраситься, волосы, то, другая и по-другому, третья и по-третьему. Но я вам хочу сказать вот что. Сестры дорогие, если вы хотите, чтобы брат хороший предполагается, что брат такой благочестивый юноша, чтобы он обратил на ваше внимание, если вы даже красивые, прикройте вас красоту внешней. Не показывайте ей, потому что она вам помешает в жизни. Вот в чем дело. Хотите, не хотите на вас обратить внимание такой брат, который, знаете, я не знаю, есть у вас такое определение названий крутой. Знаете, есть братья крутые, а есть такие благочестивые. Как вы хотите, чтобы ваш муж был крутой, тогда побольше раздевайтесь, тогда, так сказать, нарядность, храстись, и так дальше, все будет обеспечено. Крутой заметит вас, и все. Еще одно хочу сказать братьям. Знаете, тут написано, что надо искать добродетельную жену. Как я уже сказал, надо видеть. Кроме того, что я говорил, что надо иметь духовное видение, видеть духовную красоту, еще вот, что мешает увидеть и найти жену. Любовь. Любовь может помешать. Что это значит? А это значит вот что. Что если вы вот так не думаете об этом, не заботитесь, чтобы вам понравилась благочестивая сестра, то есть большая вероятность, что вы влюбитесь в такую сестру, которая неподготовленная в жизни совершенно. И вы можете обнаружить, вы можете через некоторое время понять, вам могут рассказать, с какой у нас семьи, какой у нее характер, плохой, все. Но все. Вы ослеплены. Любовь ослепляет. Вы ни кого не будете видеть, вы будете видеть ее только, и на нее смотреть. Вот так есть. И все. И для вас любовь в таком случае это беда, это несчастье. Поэтому пока вы не влюблены, вот я говорю, надо тогда можно только искать добродетельную жизнь. Тогда можно так сказать, вот как я уже сказал, смотреть на тех, которые добродетельные, которые имеют внутреннюю красоту. А на тех не смотрите нас, и когда вы будете смотреть на тех, которые, повторяюсь, из добродетельных сестер, и будете молиться, Господь вам даст возможность влюбиться в добродетельную сестру. Все будет хорошо. Бог не отрицает любви, что при заключении брака, семьи, надо любовь. Конечно, это естественно. Но вся вопрос в кого вы полюбите, вот в чем дело. Полюбите благочестивую девушку, будет счастье на жизни. Для вас будет свобода в труде, во всем. Все будет хорошо. полюбите девушку с плохим характером, это беда. Это вам не будет ни свободы, ни счастья, ни служения, ничего. То же самое сестры, то же самое сестры, абсолютно то же самое. Если вы хотите, чтобы вас полюбили, чтобы вы полюбили брата хорошего, благочестивого, надо молиться и тоже просить Бога, Господи, отведи от меня тех крутых братьев, которые смотрят на меня. А если вы их знаете, и они смотрят, отворачивайтесь, уходите. Вот вас вообще не такое. Вы видите, что брат смотрит на вас, а вы знаете, что он не годится. Знаете что, уйдите с общения. Потому что вы не гарантированы, что вот эти переглядывания вдруг вы однокур ужасе себе, вам нравится, а тем более он подойдет и так дальше, все, любезность, комплименты, там, провожание, все, сердце, расположится и все. Вот что сестры, дорогие. Понимаете? Поэтому для молодежи, дорогие друзья, это работа очень важная. Очень мудрый тот, кто будет решать свой вопрос, без ответа в убитый. Он в первую очередь себя проверит, чтобы он соответствовал Слову Божьему. Чтобы брат был благочестивый человек, чтобы сестра была добродетельной. Это не значит, что если сестра выросла в плохой семье, то она уже обреченная, она уже, как говорится, не может иметь счастья. при желании она может стать добродетельной. Она может в молитве просить, и Бог их откроет. Вот это у тебя есть негодица для жизни, вот это есть негодица для жизни. Ага, нет, я буду это искоренять. Отвергнете, просите. Это работа большая. Это нелегкая работа. Но это работа, которая Богу нравится, и которой Бог поможет вам, если вы решите так жить. Понимаете? То же самое и братья. Если вы были в семье такой, что по наследству получили плохой характер, вот такая, знаете, склонность к мирскому, ко всему внешнему, и так дальше все. Начинайте работу над собой. Господь вам откроет, от чего вам надо освобождаться. Как становиться благочестивым человеком? Понимаете? Вот так что вот такая вот что значит искать добродетельную жену, вот что значит для сестер не искать, потому что так устроена жизнь, так Бог устроил, что братья ищут себе невесту. А невесты что, ждут? Кто в них выберет? Но не должна быть пассивное ожидание. Пассивное. Молитесь, чтобы к вам не пристал, не прицепился, не влюбился человек плохой. вот что он делает. Молитесь об этом, просите об этом. И тоже просите, чтобы видеть, видеть тоже внутреннюю вот сущность человека, не только внешне. И вот это, если вам будет нравиться, и это вы будете ожидать, придет ваше, придет доброе, и Господь вам пошлет. А если вы будете, вам будет нравиться, что вам комплименты делают, что вам какое-то внимание, или провожают вас, все. Сестры, это большая вероятность того, что вы попадете в такую ситуацию, что можете потом всю жизнь плакать. Хочу только еще сказать еще об одном, потом вопросы будут и ответы. берегите братья и сестры еще одного, который часто является источником беды и несчастья для молодой семьи. Вот что может быть бедой и несчастьем для молодой семьи. берегите чтобы не быть причиной ну чтобы не обидеть кого-то. Обида, если вы обидели кого-то, и лишает вас благословения. А как можно обидеть? Особенно со стороны братьев. это очень распространенная болезнь. Брат ищет невесту смотрит. Вот это ей понравилось. Он естественно хочет как-то поближе познакомиться с ней. Отходит к ней внимание как что и так дальше. Предлагает встретиться погулять побеседовать и так дальше. Начинает уделять ей внимание. у него самые благочестивые намерения. Надо же узнать сестру. Надо же узнать. А для этого надо как-то поближе быть. Походить с ней немножко, проводить ее. И вот он походил с ней немножко, походил и видит, что нет, это ему не подходит. И он оставляет ее. и другую смотрит. А то, что он расположил ее сердце и она уже неравнодушна к нему, это его не волнует. Он чист. Он ей ничего не обещал. Он ей, может быть, даже не обнимал, не целовал. И что он? ничего вопросов. Он свободно ее друг с другой познакомится, походить, узнать и так дальше все. А сердце раненое уже плачет. И он, может быть, с другой так походил и не подходит. Ему третью нашел. Наконец, третье это то, что он искал. И вот он ее берет и ведет ее под венец. Хорошо, если брат-служитель понимающий, он их сначала поможет им, ему, ей развязать узел, который является препятствием Божьему благословению. Потому что если попадется брат-служитель, который не понимает это, он формально сочетает их, бракосочетание и все. А в духовном мире это получается так, что вот пришли жених и невеста к Богу за благословением, а Бог говорит, но, к сожалению, они не слышат, говорит, не могу я благословить, не могу, потому что душа раненая плачет. А у Бога такой порядок, если ты пришел за благословением Бога и вспомнил, и узнал, что брат твоей или сестра имеет против тебя жить, оставь твой дар, иди раньше примирись, иди раньше удали это препятствие, а тогда придешь я благословую тебя. Вот поэтому сестры дорогие, будьте очень осторожны, чтобы, потому что, к сожалению, и сестры есть такие, которые заражены такой мирской болезнью, знаете, как это называется, в мире называется, по-моему, есть такое слово флирт, то есть глядовать, строить ласки, дальше вот все, стараться понравится. Вы можете тоже так этим ранить сердце и брать, но особенно это относится к братьям, дорогие братья, будьте осторожны в этом, потому что вы можете думать, что все хорошо, прошла свадьба, прекрасно все хорошо, начнется жизнь, благословения нет, нет тут благословения, и тогда только откроется вот эта беда великая, я вам скажу, я встречал такие случаи не раз, однажды одна семья, вот, пришли ко мне, говорят, вот у нас то, вот у нас то, вот у нас детей нет, пришлось расспросить, как, что, оказывается, у него до этой его жены было еще две, которых он формально не давал обещаний, не делал предложений, как бы формально чист, но они обижены, он их своим поведением влюбил в себя, и они бедные, несчастные, мучаются, а он думает, что он будет, как говорится, благословение будет, и когда побеседовали, поговорили, он поехал к этим двум сестрам в одной, в другой, попросил прощения, попросил прощения на коленях, и просил, чтобы она не только простила его, но благословила его, вот, и что вы думаете, все, исчезли все проблемы, через полгода жена, через полгода жена забеременела, появились дети, и так дальше, все, это не теория, дорогие друзья, не теория, это практика жизни, практика жизни, поэтому, вот, это то, что я хотел вам рассказать, а теперь давайте вопросы, какие поступили, не стесняйтесь, писать вопросы любые, и мы будем стараться их посмотреть, благочестивые сестры, в основном, это блондинки или брюнетки, брюнетка, блондинка, это не имеет никакого отношения к это определяется не внешним цветом волос, а сердцем определяется характером, воспитанием, воспитанием, так что, какие волосы не имеют никакого значения. Так, вот тут вопрос такой, скажите, вы говорили много о добродетельной жене, скажите, я верю, что есть такие сестры, но а братья заслуживают таких сестер? Да, братья и сестры, это правильный вопрос. Если брат знаете, такой несоответствующий писанник, а ищет жену себе, чтобы она очень соответствовала писанию, не найдет он такой, и Бог ему не даст, потому что Бог дает соответственно, соответственно. но дело в том все, братья и сестры, что если бы не было знаете, этой греховности в нас, если бы не было того, который ходит, как рыкающий лев, чтобы делать нам вред, ущерб, тогда в мире всегда бы одна половинка нашла другую половинку, которая точно соответствует, и все было бы идеально хорошо. Но учитывая то, что вот мы все имеем греховную природу, то вот из-за этого может такое быть, что соединяются несоответствующие. Этот может такое быть, что брат не является добродетельным, не является благочестивым юношей, а ему может попасться добродетельная жена. Такое может быть. Наоборот может быть. Поэтому знаете, мне однажды спросили, есть ли судьба каждого человека? Есть ли так, что Бог назначил каждому человеку и, как говорится, не обойдешь, не объедешь? Что? Чему быть, тому не миновать? Есть такая пословица народа. Нет, братья и сестры, это не христианская позиция. Это не библейская позиция. А библейская позиция такая, что наше счастье в наших руках. В наших руках. И Бог говорит, избери ты. Бог хочет нам счастья, Бог хочет нам благословения, но Он говорит, но ты избери, я тебе предлагаю, предлагаю одно, другое, я предлагаю такой путь, предлагаю такой путь, но ты избери. Поэтому то, что мы говорим, что вот надо искать добродетельную жизнь, посестры должны смотреть и стараться, чтобы не попались плохим братьям, это есть выбор, это есть этот выбор. Когда Бог говорит, что-то делать, а у меня не получается, может ли Бог разочароваться во мне. Нет, дорогие братья и сестры, Бог не человек, чтобы ему разочаровываться. Бог не человек. Мы так читаем пророк. Поэтому Бог относится так, я вам скажу. Я думаю, что вы знаете, этот стих для многих является золотым стихом Писания из восьмой главы послания к римлянам, где сказано так, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. Хочу вам сказать, что русском синодальной Библии немножко перевод не точный. А точный перевод вот читать. Любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог во всех обстоятельствах содействует к благу. Понимаете? Вот вы говорите, если не получается, разочаривается ли Бог во мне? Нет. Братья и сестры, нет. Бог во всех обстоятельствах. У меня не получилось. Не получилось. Не получилось. Бог содействует, чтобы получилось. поэтому не получилось раз, не получилось два. Получится третий раз. Получится четвертый раз. Бог долготерпелив и много милости. Он ждет, пока получится. Он вам содействует к благу. Только надо пользоваться этим. Молитва это великая сила. Знаете? Это великая сила. Поэтому Бог не может разочароваться. А Он только хочет помогать вам, потому что Он вас любит, потому что вы его любите. Расскажите немного о том, как вы искали жену. Как вы ее нашли? На какие качества вы обращали в нему? Вопрос хороший. Значит, знаете, дорогие друзья, мы с женой поженились в позднем возрасте, когда уже жизнь научила нас и дала нам определенный опыт жизни, когда уже не раз нас, как говорится, спотыкались, падали, согрешали. Вот я женился, мне было 35 лет, жене моей 32. Ну, мы, как говорится, успели все. Вот, у нас трое детей, хотели больше, но, к сожалению, жена заболела, и врачи сказали, что ей больше нельзя иметь детей, и так дальше. Вот. Конечно, знаете, поздние браки, они характеризуются тем, что с одной стороны это хорошо, потому что вступают в брак уже люди опытные, уже, так сказать, как бы подготовленные к жизни, но с другой стороны недостаток есть, знаете, в чем? Потому что каждый уже сформирован характер. Им труднее приспосабливаться труднее, как бы, вот, чтобы все было хорошо. Поэтому мы поняли своей женой, что я строю это, и мы, знаете, нашли место писания, и стали на это место писания, и так решили, что вот мы будем, вот на чем строить нашу жизнь. Написано, снисходя друг ко другу любовь. И вот это снисхождение друг ко другу любовью, оно очень, очень помогает. Хочу еще сказать вот такое, то, что я упустил, когда я говорил. Ну, это, конечно, больше относится уже к тем, которые вступили в брак. Но если вот получится так, что не получилось найти вот так, свою половину, чтобы все было хорошо. И в этих обстоятельствах, братья и сестры, содействует ко благо. Бог не поступает так. А, ты не послушал меня, вы не послушайте меня, ну и карабкайтесь, ну и так сказать, сами там как-то выходите. Нет, во всех обстоятельствах Бог содействует ко благо. если люди смиряются. И вот это смирение является универсальным средством помощи Божьей, потому что смиренным Бог дает благодать. А благодать, она помогает сглаживать вот эти шереховатости, эти несоответствия, из-за которых, знаете, бывают конфликты и разногласия так дальше. Благодать только может помочь. Но это нужно очень большое смирение. Следующий вопрос. Как сказать нет молодому человеку, если ты не хочешь иметь больше, чем дружеские отношения? Вот поэтому я и говорил, сестры дорогие, что надо молиться. Только молитва дает силу сказать нет. Только молитва дает силу сказать нет всякому греху, всякому искушению, всему. Если вы не намерены иметь серьезных отношений, например, если вы видишь и нет, вам это не подходит, значит, вы должны сказать нет. быть христианином, братья и сестры, нужно и мужество. Дорогие сестры, имейте мужество сказать нет. Потому что, к великому сожалению, сейчас это развращение, которое в мире, оно проникает в христианскую среду. И, к великому сожалению, в христианской среде, среди братьев, есть такие, которые, знаете, как говорится, вот так хотят поиграться и бросить и дальше идти. Поэтому надо иметь мужество. А это можно получить только в молитве предборно сказать нет. В первую очередь, себе надо сказать нет. Если вам молодой человек приглашает на свидание или что-нибудь, надо себе сказать нет. И если вы скажете себе нет, вы скажете ему нет. Это во-первых. Во-вторых, не стесняйтесь, что вы там обидите ромашу. Вы должны говорить, конечно, не грубо, но твердо и определенно. кто нет. Как избежать обиды со стороны тут написано мальчик девочки, а девочка мальчик. Наверное, это имеется ввиду, когда я говорил, что берегитесь, чтобы вы не были причиной обиды. Как избежать обиды? Избежать обиды это так. Как же я сказал, особенно это братья должны быть осторожны, потому что они им разрешается инициатива. Не сестрам, а братьям разрешается подойти к сестре, поговорить, пригласить, интересоваться и, как говорится, делать предложение и все и так дальше. Поэтому, братья, бойтесь, чтобы в результате ваших общений вы не ранили сердце. Если вы раните сердце и уйдете, бросите, все, вы не будете иметь счастья. То же самое и сестры, то же самое и сестры. Ни в коем случае нельзя легкомысленно заигрывать с братьями. Шутить так, что он, может быть, не поднят, может быть, поймет, что вы через, как сказать, симпатию к нему имеете расположение и все и так дальше. Поэтому, чтобы этого не было, надо иметь внутри себе дисциплину. Это не значит, что, знаете, так сказать, шарахаться и, как говорится, подальше, быть таким нелюдимым и неприветливым и необщительным. Нет. Нет. Но надо найти вот это правильное состояние. Общительность обязательно должна быть. Внимание должно быть. Но в этом внимании не может быть ни грамма такого, знаете, эгоизма, лукавства или такого, так сказать, заигрывания. а общение как братьев и сестров. Вот в семье есть братья и сестры. Как они общаются? У них не возникают проблемы никак. Вот такое состояние надо иметь и в среде верующей молодежи. как можно быть уверенным, что этот человек твоя половина. Да, вопрос очень серьезный и очень важный. Ну, дорогие братья и сестры, такое дело. Это одна из важных проблем. узнать волю Божьей. Вот в действительности брат так сказать проявляет внимание и видно, что он как бы идет к тому, чтобы серьезные отношения и так далее. Как узнать? Бояли половину. От Бога это имя Бога. Видите, тут можно по-разному поступать. Я уже говорил, обращаясь с братьям, я говорил, братья, вот, определите себе, кто из сестер является вот с таким добродетельным характером и на них смотрите. И так молитесь. Господи, дай мне из этих сестер добродетельных земель. дай мне, чтобы мне понравилось из добродетельных сестер, а не из других. И Бог вам даст. Если Бог вам пошлет любовь, то, что вы просили, это есть доказательство того, что да, это от Господа, это да, это ваша половина. Теперь хочу вам сказать еще одно. Особенно, дорогие сестры, очень серьезные и очень важные, что я хочу вам сказать. Знаете, христианская семья, она основана на таких двух принципах евангельских. А принципы такие, что сказано, мужья, любите своих жен. мужей, а скажите, написано, жены, любите своих мужей. Или нет? Да, да. Да? Где написано? Не помню. нету такого. Есть. Есть одно место. Нету, нету. Есть одно место. Чтобы старец, чтобы учили. Это другое дело, чтобы учили. Но такого, что жены, любите своих мужей, такого нету. Нету такого. Это мужу предписано, как он любил свою мужетную любовь, как Христос. А жене что сказано, братья и сестры? Уважать. А? Уважать. Крыться. Крыться. Я не хочу такого. Бояться. Бояться. Крыться. Как? Ну, в принципе, мы крыться. Правильно. Гоны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вот. Два основания, на которые строятся. Мужья любите жен, жены повинуйтесь как Господу. Понимаете? Поэтому, в принципе, по Писанию, жене не обязательно любить мужа. Не обязательно. А мужу обязательно. Поэтому, сестры, я хочу вам сказать, и братья, если сегодня проанализировать состояние семей, христианских, то я вам скажу, 90% причин возникающих конфликтов в семьях христианских, знаете, какая причина? Что жены больные. Жены больные. Они заражены страшной болезнью, которая называется феминизм. Знаете, что такое феминизм? Знаете, все знают. Феминизм это такое понимание такое. Понимание. Что я равноправная личность. Равноправная личность. Поэтому, даже в христианстве американском не называют муж и жена. тем более не называют жену, так как Бог назвал ей помощницей. А как называют? Партнерс. Это мой партнер. Вот. Понимаете? Этот феминизм, эта болезнь, она проникла к великому сожалению. это не потому, что сестры плохие. Но они живут в такой атмосфере. Поэтому, сестры дорогие, если вы хотите, чтобы ваша семья была счастливая в будущем, и вы понимаете, что вам нужно готовиться к этому, то я бы вам посоветовал. Знаете, что? Прежде, чем к вам посватается кто-то, заключите завет с Господом относительно вашей семьи. Быстро. Быстро. Что это значит? Заключить завет с Господом относительно будущей семьи. А вот, что это значит. Совершить специальную молитву, в которой дать обещание Богу. Что, Господи, если ты мне пошлешь мужу, я обещаю повиноваться ему, как Господу. Потому, что, это повиновение твоему Слову. А я хочу быть послушной Господи тебе. Понимаете? Обещание Богу, никому там. Еще мужа нету, еще вы, так сказать, еще не на горизонте, может быть, не видно. Но вы даете ключ, вы даете от своего сердца Богу, вы даете право, возможность, Бог хочет вам дать благочестивого мужа. А вы не готовы, вы заражены этой болезнью. В молитве надо покаяться, отречься от этого понимания, от этого духа, который всех есть, без исключения. Это я вам уверен. Господи, я не хочу и отвергаю вот этот дух мира, этого, вот этой независимости, вот этой свободы, вот этого равноправия и так далее. Я хочу покориться тебе. Поэтому, Господи, если ты пошлешь мне мужу, я обещаю повиноваться ему, как Господу. Вы будете вот так заключить такой завет с Господом, и вы посмотрите результат. Понимаете? Даже если по вашей ошибке получится, что муж не очень попался хорошим, но вы обеспечите благословение семье вашим обетом, если вы будете его исполнять. Вот что значит. Понимаете? Поэтому это очень важное чувство. Очень важное. Я вам бы советовал запомнить это, хорошо подумать. Не потому, чтобы вы поверили мне. Вы можете прийти домой и помолиться, сказать, Господи, вот брат говорил вот вот он. Правильно ли? Если правильно, дай мне понимать и осуществить это. Насколько лет парень может быть старше сестры? или насколько лет сестра старше, брат? Какой возраст лучше? Ну, это вытекает из, как говорится, соответствия. Должно быть соответствие. Соответствие это значит, что наука, психология и физиология в школе, которые вы изучаете или мы изучали, говорит о том, что девушки созревают раньше, а мальчики созревают позже. Поэтому, чтобы было соответствие, мужчина должен быть старше женщины на несколько лет. Вот та же психология, физиология говорит, что отставание порядка 2-3 года. Вот, чтобы было соответствие, желательно, чтобы муж был старше на 2-3 года, ну, на 5 лет. Но если уж очень старше на 10 и все, это несоответствие. Оно может не сказаться в момент вашего заключения брака, но потом с годами оно скажется. Тоже, тем более это весьма нежелательно, чтобы жена была старше мужа. Хотя такие случаи бывают, знаете, духовная сторона всегда превалирует над вот такой биологией, физиологией и так дальше. Есть благословенные счастливые семьи, там, где и жена старше. Но это компенсируется за счет вот такого смирения. И когда Бог дает благодать на это смирение, то все это, как говорится, оно компенсируется этими соответствиями. так, вот, здесь, ну так, у меня есть страх, что я могу неудачно выйти замуж и потом мучиться всю жизнь. Что мне делать? Сестры дорогие, страх не от Бога, не от Бога. Страха, надо, у любых страхов, надо освобождаться. Единственное, что мы должны иметь, это страх Божий. А страх Божий, это опасение поступить неугодно воле Божией. Опасение огорчить Господа. Вот это страх должен быть. Это начало мудрости. А весь другой страх, надо от него отвергнуть его, отречься через молитвы, освободиться. И чтобы его не было, чтобы было уверенно, что все будет хорошо, сделайте все от вас зависящее. Вот и все. Бог не останется в долгу. Если вы сделаете все, подготовитесь к замужеству, Бог не оставит вас должником. Бог вам даст. Приготовьтесь. А что значит приготовиться? Характер свой пересмотреть. характер свой исправьте. Вот такое дайте обещание Богу, что вы будете покорны своему мужу как Господу. Почему? Потому что это покорность Богу. Понимаете? И Бог вам даст в ответ. Потому что Бог любит, когда человек приближается к нему ищет воли его. А это по воле Божьей. Скажите, воля ли Божья, чтобы жены покорялись мужу как Господу? Или нет? Это же воля Божья записано. Бог, повеление Божьей. Скажите, воля Божья, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил жертвенная любовь. То же самое и все. Братья, если вы хотите, чтобы Господь вам послал хорошую жену, приготовьтесь. Бог на хорошее дает хорошее, на плохое дает плохое. И все. Поэтому, сестра дорогая, не надо бояться, потому что Господь вас любит и желает вам благословения. Скажите, пожалуйста, куда попадает ребенок, который умер от аборта? Ну, дело такое, Христос сказал таковых есть Царство Небесное. Бог сказал о детях. А если сделать аборт, то это ребенок. Он уже живой. Жизнь уже в нем. Его убили. Куда попадут? А куда попадут те младенцы, которых Ира избил от двухлетней нежки? Всех их Царство Небесное. Христос Небесное. Поэтому естественно. Так что о них волноваться не нужно. А вот волноваться о тех, кто аборт делает, это дорогие друзья, очень серьезное дело. Очень серьезное. Об этом тоже надо молиться. Это тоже бывают такие искушения, такие обстоятельства, которых сатана дает мысли толкает на это. Потому что он человек убийца. Он хочет погубить ребенка, а вас потом довести до самоубийства. Осуждениями, все и так дальше. Это трагедия большая. А то я неправильную пойму и неправильный ответ. Тоже не понимает. Если я вижу, что этот парень нравится, то что я могу сделать, чтобы он инвестирует? Если я вижу, что я нравлюсь парню, что могу сделать я, чтобы он начал делать первые шаги? Так кто первые шаги-то делает? Хорошо, хорошо. Вот это хороший вопрос. Значит так. Дорогие сестры, это обычная житейская ситуация. Это невыдуманный вопрос, это часто бывает. Что же делать? Дело такое, сестры, все зависит от вашего состояния. Все зависит от вашего состояния. Если вы идете по взгляду очей своих и по слуху ушей своих, смотрите на поверхность только, не видите, и не стремитесь к внутренней красоте, к воле Божией и так дальше, тогда вы идете по пути не по воле Божией. И поэтому Бог вам не может помогать. Бог не помощник в таких случаях. Бог помощник тогда, когда вы стараетесь и хотите идти по воле Божией. Он вам содействует к облаху. Мы же говорили, что любящим Бога, призванным по его изволению. Если вы любите Бога, если вы любите Бога и хотите идти по воле Божией, Бог вам содействует. Можно молиться. Господи, вот мне нравится этот молодой человек. Если воле от Тебя, Господи, если воле Твою Гожию, побуди его, чтобы он обратил на меня. Но, Господи, впрочем, не я, а как Ты хочешь, я покоряюсь Тебе. Я эту заботу, свою такую заинтересованность, я возлагаю на Тебя. И я благодарю Тебя, что Ты решишь так, что будет все хорошо. И не волноваться. И не волноваться. Если это от Бога, он обязательно обратит внимание и подойдет. А если не от Бога, надо поблагодарить. Господи, благодарю Тебя, что Ты милость проявил и отвел его от меня. Потому что Ты видел воле Твоя, благая, угодная и совершая. Так, все вопросы. Благодарю за внимание. Не знаю, так сказать я, насколько он мог быть вам полезен, интересен. Но, во всяком случае, Вы имеете пищу, над чем рассуждать. Правильно? Да. Все, давайте мы закончим. Спасибо.